То ли экскурс в историю, то ли краткая лекция об особенностях российской политики. Впрочем, у первого докладчика на этой сессии не очень-то и получается говорить кратко. Вот Арнольд Улоханов пытается объяснить, что получается, когда общество просто терпит и молчит. Тут волей-неволей исполнительная власть начинает тянуть одеяло на себя. Не потому ли и живем, как персонажи в сказке «Лебедь, рак и щука». Будущее оно будет только тогда, когда мы будем что-то сами делать. Получается, власть уже увязла в ошибках, но на этой сессии ее ни в коем случае не критикуют. Скорее пытаются понять, как выстроить простой и эффективный диалог. Мы можем жить гораздо лучше, если будем знать, чего хотим от этой жизни, говорят организаторы. Ведь оттого и все наши проблемы учат представители науки, именуемые форсайт. Что мы не знаем или не можем сформулировать, чего хотим. Форсайт это в том числе и механизм согласования интересов. Потому что у каждого человека в голове есть представление о будущем. У вас есть представление о будущем в Бурятии, у ваших зрителей есть представление. Будет лучше, если мы договоримся о том, что оно будет более-менее одинаковое, и все будем двигаться туда. Метод прогрессивного воспитания, а также тренинг и универсальная технология, отвечающая на вопрос, как идти в ногу со временем, без потрясений, по уму. К тому же форсайт, как наука, проверена временем, говорят организаторы этой сессии. Просто в России наступил тот период, когда власти уже не обойтись без помощи общества. И совсем не обязательно ждать, пока первый шаг навстречу сделает именно власть. Волод Шеребазаров, Чингис Асадоев. Новости дня.